Всем привет на Другой Жизни! С вами сегодня рубрика Мифы из леса. Миф Республики Коми. Медведь-богатырь Кудым-Ош. Одного из богатырей Коми Пермянских Пританий называют Ош, что означает медведь. Мать его звали Павсин и была она могучей одноглазой ведуней. Сына своего она зачала от медведя. Когда Ош вырос, то стал вождем одного из племен Коми, одновременно с жрецом, выделенным сверхъестественными способностями, Памом. Он разгешал верхом на лося и был неуязвим для оружия. А если у него все же попадала стрела, он мог излечить рану, прижавшись к земле. Чтобы отразить нападение врагов, Ош мог чарами вызвать бурю на реке. Рассказывают о его чудесной женитьбе на обско-угорской красавице княжне Коста. Коста была очень красива, но мать заставляла ее носить на лице маску из коровьей лосиной шкуры, чтобы отец не выдал девушку насильно замуж. Отец красавицы казнил женихов, испугавшихся страшной маски. И вот как-то злобная колдунья отправила Кудымоша свататься к красавице, чтобы погубить его. Но Коста полюбил его с первого взгляда и показал ему свой истинный облик из-под маски. Кудымош прошел все испытания и женился на девушке. Возможно, мотив лосиной маски скрывает древний тотемический миф о невесте лосихе пермского звериного стиля. Кудымош прославился как культурный герой в дальних странствиях. Он научился выращивать хлеб. Он первым отыскал залежи руды и научился выплавлять железо. Кудымош научил людей делать долбленые челны. Раньше коми плавали на плотах. Как многие культурные герои, он перед смертью пообещал, что еще вернется на землю. Вот такая небольшая история сегодня на канале. Подписывайтесь, ставьте пальцы, делитесь видео. Мы для вас будем снимать разные интересные истории. Ну и не только истории, похождения тоже будут продолжаться на канале. Поиски лесные и всякое такое. На этом всем здоровья и пока.